История с выходом на работу игнолинских врачей, инфицированных коронавирусом и вышедших на работу, взбудоражила и Висгенес. Как уже сообщалось, вернувшиеся из-за рубежа супруги врачи игнолинской поликлиники в понедельник 16 марта работали в швенчонских медучреждениях, а 17 марта женщина-врач должна была дежурить в Висгенской больнице. Мы попросили Коститиса Матулявича ответить на вопрос, появлялась ли это доктор в Висгенской больнице. Директор предложил сформулировать вопрос иначе, была ли врач на дежурстве. Уважаемый директор, в социальных сетях иду дискуссии о том, что якобы один из ваших сотрудников присутствовал на рабочем месте, будучи больным коронавирусом. Так ли это? У меня таких сведений нет. Я знаю, что один сотрудник, который вернулся из поездки, должен быть самоизолироваться или как там, в домашний карантин. Он так и сделал, и пробыл дальше больше, он вернулся на работу, поэтому с этим сотрудником все нормально. Другой сотрудник, который должен быть тоже работать и дежурить, знаю, что работал в других больницах, но он у нас не появился. Он позвонил нам, что не приедет и не будет работать у нас с определенного времени. И мы вместо него подыскали другого сотрудника, и у нас он не работал. Это абсолютно верно. В больнице немало дежурантов, тех врачей, которые приезжают из других больниц. Вы имеете сведения о них, с кем они контактировали? Не являются ли они зараженными коронавирусом? Нет, к сожалению, таких сведений, кто из наших сотрудников, с кем контактировал, мы не имеем. И даже такой реальной возможности даже у силовых структур не имеется. Мы верим людям, это во-первых, потому что я думаю, что кто-кто уж медики, они достаточно ответственные люди. Это во-первых. Во-вторых, если они имеют какие-то контакты, и у нас вообще весоминность века, то с центра их отслеживает, и они сразу сообщают, с кем, когда, что общался, и предупреждают, чтобы они не работали, самоизолировались. Поэтому пока мы от весоминность века, то с центра таких сведений не получили. Но, тем не менее, общество встревожено, поскольку есть случаи, когда врачи не сообщали о своем пребывании за границей, и даже о своем диагнозе, и появлялись на рабочих местах. Поэтому здесь остаются сомнения. Правильно, что остаются, но что касается нашей больницы, у меня таких сведений, чтобы кто-нибудь из сотрудников работал, который должен был самоизолироваться, и больных таких нет. Я думаю, что общество должно больше заботиться о том, чтобы сами изолироваться, смотрели, чтобы наши соседи, друзья, знакомые, которые должны самоизолироваться и соблюдать положение о карантине, чтобы они это делали. Ну, и давайте только смотреть на себя и на рядом находящегося с нами. Это будет здоровее для всех. Итак, можно с уверенностью сказать, что на дежурстве заболевшего врача не было. Однако в соцсетях продолжает появляться информация о том, что врач якобы была 17 марта в Висогинесе и посещала больницу. Очевидно, что успокоить общественность смогут только конкретные ответы на вопрос о том, была ли инфицированная коронавирусом врач в нашем городе. Редактор газеты «Мусу Игналина» Йонас Балтакис сказал, что в телефонном разговоре женщина-врач, которая проходит сейчас лечение в Вильнюсе, утверждает, что она не посещала Висогинес. По словам нашего коллеги, изолировано 15 человек, которые контактировали с игнолинскими врачами, вернувшимися из Доминиканской республики, а потом работали в Игнолине и Швенчонисе. Большинство изолированных – игнолинцы.